Сюжет про общежитие по улице Минжинского, 28 в Бресте, которое нуждается в капитальном ремонте, вышел в эфир на Беларусь-4 Брест в октябре и вызвал большой резонанс у телезрителей. А сама история получила отклик и продолжение. Власти Бреста оперативно отреагировали и приняли решение о проведении капитального ремонта в самое ближайшее время. По словам жителей, общежитие по улице Минжинского, 28, пятиэтажное здание 1970 года постройки буквально трещит по швам. Смотрите, вот по бокам. Смотрите, уже фасад весь рушится. Здесь косырек тоже рушится. Чтобы не быть голословными, жильцы пригласили съемочную группу вовнутрь и показали свой быт. Места общего пользования действительно не в лучшем состоянии. Но особенно жильцы возмущались тем, что не могут даже нормально помыться и воспользоваться санузлом. Порой за почвы держится, чтобы не улететь туда вниз. Вот. Все вот так вот сделано. Никакого ему, да ничего. Идешь в туалет, садишься так, вот видите, он наклоняется, и он бегит тебе и туда, и сюда, и на спину, и сюда, и ручей. Например, сидел в туалет, вот шланг, смывание, ну, потом к вам сюда. Или идешь, смывание с ведром набираешь, и потом это. После выхода сюжета в эфир в адрес Брестского ЖКХ полетели десятки гневных комментариев. Люди возмущались, до чего довели общежитие. Однако, говорит генеральный директор Андрей Гашев, никто не учел, что 29 из 50 общежитий перешли на баланс организации только с 2018 года. А проведение капитальных ремонтов требует немалых затрат. То есть мы понимаем, что большинство общежитий приходят от организаций, которые находятся в стадии банкротства, санации, которые не могут содержать данный жилищный фонд. Если говорить конкретно про данное общежитие Межинского 28, то оно передано уже у города Бреста в 2019 году, и принято это общежитие по фактическому состоянию. С момента принятия на баланс в общежитии была проведена пожарная сигнализация стоимостью 200 тысяч рублей. Капитальный же ремонт, которого требуют жильцы, обещают начать уже в новом 2025 году. Понятно, период выполнения работ будет определен с учетом выборов подрядной организации, разработки проектно-сметной документации, но я уверен, что мы в следующем году в это общежитие 100% войдем. До момента выполнения капитального ремонта, естественно, будет выполняться и текущий ремонт. Первое очередное внимание будет уделено именно местам общего пользования. Увидев, что в общежитии проводится съемка, на камеру пожелали высказаться и другие жильцы. Марина и Владимир проживают здесь не так давно, но их, по большому счету, все устраивает. Во-первых, близко к работе нам ходить, ездить, жить, тепло, светло. Крыша над головой. А уют уже люди создают. Если кто-то не делает порядка, не поддерживает, конечно, оно будет запустение и умение. Такого же мнения и семья Чурилов, в которой недавно произошло пополнение. Мама малыша Оксана говорит, что комнаты просторные, теплые. Перед заселением даже не понадобился особый ремонт. Добротные двери, новый пол и потолок достались от прежних жильцов. Ремонт, поддержание чистоты, он нужен. Но все зависит от людей. Сколько этот ремонт не делает, все равно его уничтожат за неделю. Они не хотят следить за порядками, они не хотят следить за чистотой в комнате. Они считают, что им все должно делать с ЖЭСом. Рациональное зерно в таких рассуждениях, конечно же, есть. Что же касается оплаты в 300 рублей, которые апеллировали заявители, то эта сумма вырастает из многих составляющих. Например, плата непосредственно за проживание в общежитии меньше 4 копеек за метр квадратный. К тому же регулируется государством. То есть мы понимаем, что если человек проживает в комнате 21 квадратный метр, то он платит ориентировочно рублей 17, наверное, за проживание непосредственно в общежитии, за пользование вот этим жилищным фондом. Остальные все затраты это касается непосредственно потребленных жилищно-коммунальных услуг. Это электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, ну, также, понятно, капитальный ремонт. С другой стороны, понятно, что в силу состояния коммуникации пользоваться нормально этими услугами невозможно, отсюда очевидные претензии. Но ждать осталось недолго, скоро все изменится. А вот как выглядит общежитие, где уже был сделан капитальный ремонт. После ремонта поменяли, конечно, и сантехнику, и трубы. На кухне сделали ремонт, в постирочной сделали ремонт. Все для людей благоустроено. Сейчас, после ремонта, да, приятно жить. Подробнее о перспективах содержания ремонта общежития областного центра расскажем в программе «Надо разобраться». Людмила Логодич, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».